Легко рассказывать про механические клавиатуры за тысячи и тысячи денег. Они по большей части классные, и про них можно рассказывать вообще целый ролик, но положа руку на сердце. Все хотят их, но покупают их. 5 игровых клавиатур от разных производителей до 20 долларов. Это уникальная ниша продуктов, где если модель хочет существовать, ей нужно чем-то отличаться. Я не буду вас обманывать. Это обычные мембранки, фактически офисные клавиатуры, на которые одели прямоточный глушитель и спойлер. Но есть ли в них душа? Эй, а почему ты не взял вот ту вот классную игровую клавиатуру с Алиэкспресс, ее можно взять за дешево... Потому что... Устроит ответ. Real ELE Gaming 8500. Да, название конечно шикарное. 11 долларов? Или 12? А сколько? По доллару, по чем? 9. 8,50. Отрабатывание на отказ, 20 миллионов нажатий. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить оснований для претензий. На мембранке 20 миллионов нажатий. На мембранке за 8,5 долларов. Собрано дешево, но хорошо. Символы очень четкие. Оранжевые вставки выглядят прикольно. Пробел огромный. А вот кнопки по бокам, это классика. Мой компьютер. Браузер. Почтовый клиент. Зачем? Ими же никогда никто не пользуется. Или пользуется? Ты пользовался? И насколько хорошо видно символы на основных клавишах, настолько же плохо и на дополнительных. В общем, здесь нужно что-то подтянуть. Я нажал сейчас почтовый клиент, он мне открыл браузер. А браузер? Браузер. Играется на ней вполне обычно, ощущение от набора текста тоже ничем не отличается от тысяч таких же клав. Вполне ничего вариант, кстати, если ваша старая офисная клавиатура приказала долго жить, а на новую нет нормальных финансов и как бы 9 долларов. Залман К300М. 20 баксов. Упаковка такая же простая, но есть сменные клавиши синего цвета. Мне нравится. Синий это лучше красного или там оранжевого. Согласитесь, на столе выглядят солиднее предыдущие клавы, но красиво. Воу, синяя подсветка логотипа выглядит круто. Пока не сядешь за ней печатать. Лампочка светит не сверху вниз, а под углом, причем прямо вам в лицо. И если сверху смотреть на нее еще как-то можно, то сидя за столом, самое комфортное положение, что я нашел, было вот таким. Сами клавиши отдельны друг от друга не очень явно, и это может быть неудобным при слепом вводе. Но зато все основные кнопки отлично держатся на своих местах и ощущаются качественными. Чего не скажешь о дополнительных. Это опять ультраполезный мой компьютер, поиск, FN, фанкшн, модификатор. Инструкции в коробке не положили, каких-то обозначений на кнопках тоже нет. Так что методом научного тыка я понял, что зажимая клавишу модификатора и кликая от F1 до F4, мы можем включить плеер, сделать громче, тише или вообще выключить звук. То есть дублируют мультимедийные кнопки, которые находятся справа. Кайф. Да, прямо на двух местах можно сделать одни и те же действия. Вы правильно поняли. Исходя из общего качества исполнения, на К300М можно было бы сэкономить вот примерно столько места. И знаете, было бы хорошо. Ну вот, кстати, в зал мне, что хорошо, это единственная клавиатура со здоровым проводом. Ну, в плане, что он здорового человека. Играть на ней в игры, где нужно искать кнопки, не очень круто, потому что лично мне нужно было привыкнуть, чтобы вообще что-то найти. А так душевная, красивая клава. Вон, смотрите, сколько людей ее любят. Аула Эджудикейшн. Это мой персональный фаворит, который обойдется вам в 15? В 12 долларов. Эта компания уже хорошо себя зарекомендовала. Пару видео назад я тестил их мышку. Почему они мне приглянулись? Детали, ребят. Детали. Упаковка. Снова инструкция с удивительным переводом. Резиновая ножка, которая отклеилась во время теста. Но это мелочи. Она собрана реально хорошо. Правда, провод, конечно, да. Но из всех пяти клавиатур нормальным он оказался, провод. Только у Залмана, кстати. Снова эти непонятные клавиши, на которых нужно высматривать, что тут вообще написано. Но все они в тему, все они полезны. И находятся на плюс-минус нейтральном месте, в угоду дизайну. И вроде бы это все минусы. Или нет, не все. Она не очень ровная. Если поднять ее на ножки. Такой проблемы уже не было. Как бы сильно я не поливал шлифованный пластик под металл в тесор и дюрандаль, здесь шершавая тема выглядит очень даже прикольно. Застежка на проводе. Низ покрашенный, кстати. Посмотрите. Блин, это круто. И что самое главное, очень приятные мембраны. Реально один из лучших ходов мембран, что я когда-либо вообще пользовался. Это может звучать кощуственно, но отдаленно. Вот на капельку, но похоже на черные свечи от механики. Чуть-чуть. Если ты чувствуешь, что твои ручки немножко дырявее, чем у других людей. Если твоя основная статья расходов на компьютере это новые клавиатуры, эта модель для тебя. Afotec X7 G300. В чем ее прикол? Главная ее фишка это водонепроницаемость. Производитель заявляет, при условии, что если вы закрыли заглушкой в нужном месте, что эту клавиатуру можно помыть прям под струей воды. Прям в раковине. Ну то есть налить на него Кока-Колу тоже можно. Еще Afotec говорят, что время срабатывания ее клавиш в три раза быстрее, чем у простых клавиатур. Эм, наверное, я просто не заметил. А вот что я точно заметил, это 8 прорезиненных кнопок, которые очень сложно потерять пальцами во время замеса. И резинки ее нормально так держат на столе. То есть получается такая себе сугубо утилитарная штука для людей, которые не очень-то парятся насчет внешнего вида. Только практичность. Все для нормальных ребят. Но ощущение от набора как у Real Eww. Я не могу спокойно произносить это название. Ну то есть ничего особенного. 20 баксов за нее просят. И последнее на сегодня Genius GX K220. 12 долларов. Это первая и единственная клавиатура из пяти, у которой есть подсветка. Причем не простая, а RGB. На этом ее преимущество и заканчивается, потому что настроить ее нельзя в принципе. Ни цвета, ни даже яркость. Только включить и только выключить. Сама же клава, к моему удивлению, удобная. Руки ложатся и отдыхают. Искать клавиши не составляет никакого труда, как это было у Залмана. Я скажу даже больше. Из всех клавиатур на сегодня это самое удобное. Даже ощущения от набора не такие топорные, как у предыдущих моделей. Правда, при любом движении корпуса она вот как бы разные звуки вот как бы так и издает. Да. А так, нормальная клавиатура. Одобряю. Что ж, народ. Если вы выбирали дешевые игровые клавиатуры, то надеюсь, это видео было для вас полезным. Ссылки на все клавиатуры, что использовались в видео, будут в описании. Это было все, что я вам хотел рассказать. Меня зовут Рома. Всем удачи и пока.